Долгожданная метаболика. Это мало никому не покажется, гарантирую. Начинаю рассказывать кальций очень медленно. Гормон, который ответственный, самый главный гормон, который ответственный за гомеостаз кальция, является парадгормон. Парадгормон, естественно, выделяет из парочтовидных желез. Кальций находится в крови в виде связанного состояния, где основным белком-носителем является альбумин. А также в крови находится в плазме неионизированный кальций, который имеет специфический заряд. Кальций напоминает двухвалентный металл, щелочноземельный металл. У нас в коже находится вещество, название которого я регулярно забываю. Начинается оно с цифры 7, гидрокси какая-то. Это то самое вещество, при попадании на кожу солнечных лучей, вызывается активизация этого вещества. И это вещество транспортируется через кровь в печень. Когда уровень ионизированного кальция в плазме падает, моментально выбрасывается парадгормон. Парадгормон ударяет в кость, из которой выходят кальций, фосфор и алкалинфосфатаз. Одновременно парадгормон бьет в печень. В печени происходит постепенное превращение вещества, которое пришло из кожи под действием солнечных лучей. И оно и существует от рождения свое количество вещества, которое называется 1.25-гидрокси-D. Одна гидроксильная группа D. Это неактивная форма витамина D. Когда это вещество образовалось, оно тихонечко транспортируется в югстагломерулярный аппарат почки, где под воздействием того же парадгормона происходит образование полного витамина D, или активной формы витамина D, который называется 1.25-гидрокси-D3, или эргокальциферол. Это вещество 1.25-гидрокси-D3 входит в кишечную адену и является стимулятором рецептора, через который организм должен получить кальций и фосфор. Обратите внимание. И когда нужно было добыть кальций из кости, под ударом парадгормона в плазму вышел и кальций, и фосфор. И когда нужно абсорбировать, абсорбируется и кальций, и фосфор, и естественно, поскольку два этих электролита являются антагонистами, возникает вопрос, а где существует тот самый механизм, который дает возможность нам сохранить кальций и убрать фосфор в случае гипокальцимии. И этот механизм появляется в почке. В проксимальном канальце почки под воздействием парадгормона происходит усиленная реабсорбция кальция и ингибируется реабсорбция фосфора. Вот каким образом парадгормон поддерживает кальциевый гомеостаз. Сейчас мы начнем с вами с гипокальцимии. Итак, уровень кальция, нормы уровня кальция, это, значит, по некоторым книгам 8,8 до 10,4, по некоторым 8,3 или 8,5 до 10,5. Окей, ну, в принципе, меньше чем 8,3, уже перагдара это гипокальцимия. Вы просто должны знать, твахим надо знать, четырех основных электролитов трех, извиняюсь, натрий, карий, кальций надо знать. Ацидоз. Ацидоз, он ассоциируется со снижением потенбендинг, то есть белка носителя. В результате появляется повышенный ионизированный кальций. Значит, одно из нарушений это ацидоз, ацидоз, при котором отмечается сниженный контакт с белком носителя, в результате повышенный ионизированный кальций. И алкалоз, да, это падение ионизированного кальция за счет повышенного сродства альбумина к ионам кальция. Два элемента всегда, значит, путают ацидоз и алкалоз в аспекте кальция. Теперь дефицит кальция. Существует и диапатический гипопаратироидизм, и существует врожденный вариант, так называемый синдром Ди-Джорджия. Мы с вами говорили, и я уже повторял такую фразу, что синдром Ди-Джорджия – это самая частая причина гипокальциемических судорог новорожденного. Дефицит витамина Д. Либо это неадекватное поступление с диетой, либо это нехватка солнечных лучей, либо это гепатобилиарные заболевания, либо это инстинальный малапсоид, который достаточно длительно принимает антиэпилептические препараты. Таким из препаратов является фенитаин. И прием этих препаратов, он снижает сродство белком-носителем, и в результате кальций не доносится по назначению. Витамин Д-зависимый рахит. Что такое витамин Д-зависимый рахит? Он подразделяется на два типа. Вам не нужно знать, что стоит внутри. Для общего образования исключительно, говорю, 1,25-дигидрокси-Д3, который продуцируется в юкстагломерулярном аппарате почки, он является ответственным за развитие что первого, что второго типа. В первом типе его количество просто мало, а во втором типе его количество даже больше, чем нужно, но рецепторы его не воспринимают. То есть, к чему я вам это говорю? Вы можете не знать, вы можете забыть это, но на вопрос, чем характеризуется Д-зависимый рахит, вы отвечаете нарушением чувствительности или количества ад-дигидрокси-Д3. Следующее заболевание, которое приводит к гипокальциям, это почечные тубулярные заболевания. Сюда относится синдром Фанкони. Сюда относится отравление тяжелыми металлами. Сюда относится рейнально-тубулярный ацидоз. Объяснение не даю ни на что. Дойдем до проксимальных канальцев почки, когда будем делать в своем Фанконе, и я вам дам подробнее. Почечная недостаточность. Хроническая почечная недостаточность характеризуется хроническим ацидозом, а хроническая, соответственно, уменьшает продукцию в югстаглумерарном аппарате 1,25-дигидрокси-Д3, в результате чего уменьшает реабсорбцию кальций и появляется гипокальций. Дальше следующая фраза, которую помнить очень хорошо. Дефицит магния. Здесь есть два провокационных вопроса. Дело в том, что магний – это ион, использующийся организмом, электролитовый использующийся организмом, для создания, для продукции, для формирования парад гормонов. Поэтому гипомагноземия автоматически вызывает снижение pH, и это автоматически приводит к гипокальций. Поэтому есть такое выражение. Нельзя уравновесить кальций и калий до тех пор, пока уровень магния не будет достигнут нормальной концентрации. При этом, если в организме обнаруживается гипермагноземия, за счет негатив-фидбэк она не уменьшает продукции парад гормонов. При этом, если уровень магния падает, нет выброса парад гормонов, поскольку магний необходим для парочновидной железы, чтобы создать парад гормонов. Еще раз. Без ионов магния организм не может построить парад гормон. Это значит, что если в организме гипомагноземия, то уровень парад гормона падает. Следовательно, автоматически появляется гипокальцемия. Гипомагноземия, в отличие от гипокальцемии, не вызывает выброса парад гормонов. Гипомагноземия не вызывает выброса парад гормонов. А, или гипер. Гипомагноземия не вызывает, как гипокальцемия, выброс парад гормонов. Это понятно? Да, это понятно. При этом гипермагноземия не депрессирует выработку парадгормона. То есть парадгормон реагирует исключительно количественным отсутствием своим, когда снижается уровень магния. Гипокальций приводит к вторичному гиперпаратероидизму. Гиперпаратероидизм. Гиперкальций ингибирует виброспаратгормона. Гипомагний вызывает уменьшенную выработку парадгормона и, как следствие, гипокальцемию. Гипермагний никак не влияет на это состояние. Ни на кальций, ни на парадгормон. Дальше. Острый панкреатит. Снижается уровень кальция за счет того, что он прикрепляется к жирам, за счет того, что есть липолитический эффект, для того, что не выходит липаза, надо наблюдать стеатарея. Гипопротеинемия. Поскольку мы говорили, что кальций для него белком-носителем является альбумин, то при этом такие состояния, как нефротик-синдром, цирроз, протеин, теряющая энтеропатия, она, естественно, и будет иметь гипокальцемию, поскольку отмечается снижение белка. Септический шок, при котором супрессируется парадгормон, поэтому, естественно, будет гипокальцемия. Дальше. Избыточная секреция кальций-тонина при медулярной карциноме вызывает гипокальцемию. Но низкий уровень кальция, он достаточно редок при у больных с медулярной карцином, поскольку он чаще медулярной карцинома одновременно протекает с гиперпаратироидизмом, да, и обе опухоли конкурируют друг с другом. Вот это все ведущие симптомы гипо, не симптомы, вернее, а состояние гипокальцемия. Окей, вы получили схему кальция, все открыли. У вас написано в правом углу на листочке написано скин кожа на направленной стрелочке ультралитовые лучи. Задача только была показать, что солнечные лучи лежат в основе продукции вещества, которое потом медленно перекочевывает в печень и составляет основу будущего 1,25-гидрокси-Ди, которая находится под, видите, да, написано, у нас ливер написано. Мы что говорили с вами? При падении концентрации ионизированного кальция первым реагирует на него парадгормон. Парадгормон, вы видите, почему называют парадгормон главным гормоном гомеостаза кальция? Потому что куда ни плюнь, в какую сторону ни повернись, любой процесс энзиматически поддерживается и усиливается парадгормон. И когда кальций упал, вытвернулся с пара щитовидных желез парадгормон. Первая стрелка у вас ушла сразу на кость. 98% источника кальция в организме составляет костный аппарат. Удар в кость, кальций вышел оттуда совместно с фосфором и вместе с алкалимфосфатазом. Все остальные действия аппарат гормон производит одномоментно. Окей, то есть нету первого, второго, третьего за исключением выброса кальция из кости. Поскольку это молниеновая реакция, обеспечивает моментальное поднятие в крови уровня нионизированного кальция. После этого парадгормон начинает активизировать различного рода процессы. Следующий удар вы видите у вас, вы поняли, наверное, что в левом углу змейка с такой головкой, откуда выходит стрелка, написано 1,25-гидрокси-Д3. Парадгормон – это нефрон, а заштрихованная часть кусочек – это юкстагломерулярный аппарат. Парадгормон бьет туда. Туда же из печени приходит 1,25-гидрокси-Д3. Под действием парадгормон он переходит в 1,25-дигидрокси-Д3, то, что мы называем активной формой витамина Д. И эта активная форма, или эргокальциферол, эта активная форма тихо-спокойно качует дальше в кишечник, где у нее есть рецептор в аденуме, воздействие на который обеспечивает нам абсорбцию и кальция, и фосфора одновременно. Обратите внимание, на какую последовательность я вам говорю. Удар парадгормонов в кость дал нам и кальций, и фосфор в кровь. Усиленная активизация 1,25-гидрокси-Д3 дал нам усиленную абсорбцию из кишечника и кальций, и фосфора. То есть два электролита антагониста, но при этом абилизация кальция происходит вместе с фосфором. А вот теперь если вы посмотрите вниз, где парадгормон действует на уровне проксимального каналица. Там у вас написано, что кальций 2+, под воздействием парадгормона, реабсорбируется в кровь обратно. Вот фосфор, написал 2+, я, наверное, ошибся, потому что фосфор все-таки ПО-4, у него там четырехвалентный. Если я там 2+, написал, я извиняюсь. Вот. Он когда начинает реабсорбироваться, парадгормон блокирует его реабсорбцию. То есть мобилизация кальция, протекающая из костей и из кишечника совместно с фосфором, обеспечивает, оно дает и уровень кальция и фосфора относительно высокий. Но для того, чтобы поддержать кальций и гомеостаз в нужной нам концентрации, парадгормонного и проксимального кальция усиливает реабсорбцию кальция и блокирует реабсорбцию фосфора. В прошлый раз я вам давал... Да, гипокальцемия. Я вам даю такие тезисы, которые нужно будет запомнить. Во-первых, гипокальцемия, в частности, все асимптоматичны. Есть определенные находки при гипокальцемии, которые вы должны знать наизусть. Значит, первое. Катаракты. Катаракты являются при нем гипокальцемией. Дальше. Кальцификация базальных ганглиев, как ни парадоктально, одним из ведущих находок гипокальцемии, чтобы никто не путал именно гипокальцемии, является кальцификация базальных ганглиев на мозгу. Дальше. Хронический кандидиаз. Он сопровождается с идиопатическим гипопаратироидизмом. Если вы помните, то, что я вам говорил, полиглендульная эндокринопатия первого типа. Потом я вам говорил, на прошлый раз я еще раз напоминаю. Самая частая причина гипокальцемических судорог у новорожденных – это синдром Ди-Джорджа, и я вам его давал еще в кардиологии. Неврологическая картина, которая вызывается при гипокальцемии, она может быть следующей. Значит, до уровня 8 миллиграмм на децилитр кальция практически вообще нету никакой симптоматики. Начиная от 8 до 7 миллиграмм – это так называемые тетани. То есть это латентные тетани. То есть должен быть какой-то провокационный элемент для того, чтобы больной дал неврологическую симптоматику. Поэтому нам на помощь приходят два таких очень известных вам еще из Союза, безусловно, признак. Один называется признак хвостека, а второй – трусо. Хвостек – это сокращение лицевых мышц при постукивании в область лицевого нерва. То, что мы называли когда-то, имея его место выхода, фосоканина. А трусо – это появление карпопедального спазма в результате нарушения кровоснабжения конечности. То есть элементарно, когда больной, мы никто ни о чем ничего не знаем про него, взяли ему померить давление, положили манжетку, накачали кислород. Бунтрах, у него рука стала, как говорится, рука кушает, и у него моментально кисть согнулась. Значит, это признаки, которые указывают на то, что есть элементы гипокольцемии. Дальше. Добавьте только глазам, потому что есть еще и папилы демо. Находки на ЭКГ. Если вы помните, когда мы с вами делали ЭКГ, мы говорили о том, что гипокольцемия вызывает удлиненный КЮТЭ. Опять хочу напомнить вам. Когда мы рассматривали КЮТИ-пролонг-синдром, то я вам говорил, что его вызывают и гипонатремия, и гипокольцемия, и гипомагнеземия. И гипоколемия, безусловно. Да, и гипомагнеземия, безусловно, и гипоколемия. При этом, кроме кольцемии, кроме гипокольцемии, все остальные гипо дают торза-депоинт, а гипокольцемия торза-депоинт не дает. Но удлинение КЮТЭ она дает. И расширение комплекса КЮРС. Значит, диагноз устанавливается, гипокольцемия, диагноз гипокольцемия устанавливается лабораторно, берется анализ и получает то, что должны получить. Теперь здесь возможен для вас следующий вариант. Если вам говорят, вы обнаружили у больного гипокольцемию, что вы еще должны проверить? Значит, безусловно, что у человека может быть гипокольцемия на фоне различных других каких-то патологических процессов, о причинах которых мы говорили. Почечные, магнии, магнезия, острый панкреатит, и так далее. Но, я очень прошу вас помнить такую вещь. Я думаю, что этот симптомокомплекс, называемый полиграндулярной эндокринопатии, это то, что вас регулярно... Мы, приехавшие с вами из Советского Союза и получившие там это, мы практически никогда не слышали. Ну, я не знаю, как вы, я, например, когда приехал в Израиль, я не сном, ну, мены, понятно, это было и без того. А про полиграндулярную эндокринопатию я не сном в духу не ведывал. А поскольку я и хочу еще раз напомнить, что первый тип полиграндулярной эндокринопатии – это гипопаратироидизм, мукокутоневоскандиазис и адисы, то моментально на экзамене у вас, когда я скажу, у больного гипокальцемия, да, то есть как и ставится вопрос. Больному там 45 лет находится в отделении или там пришел на прием в поликлинику на осмотр, ему медсестра наложила манжету, нажмена ганиталокислород, и у него появились тетани, латентные тетани. То есть понятно, что уровень кальциума у него где-то между семеркой и восьмой. Больной был послан на анализ, на декодам, пришел ответ, что у него гипокальцемия. Следующий шаг. Понятно, что вы должны спросить элементарно, как он питается, нет ли у него витамин-дефицита, нет ли у него почных заболеваний, нет ли у него поражения панкреаса, нет ли у него поражения печени за счет гипоарбуминами. Естественно, больной, который пришел своими ногами, не может находиться в септическом шоке, не может находиться на него строго панкреаса, это бару. Но это перечислить, сказали, окей, обязательно, маот. И вот здесь вы должны умно сказать, а у него есть кожные поражения, и какое у него давление и уровень натрия и калия. На вопрос, почему, вы отвечаете. Если у него есть кожные поражения, кожно-слизистый кандидиаз, то я, скорее всего, задумаюсь, что у него может быть полиграндулярная эндокринопатия, type 1, что это демонстрирует, что вы баиньянин, что вы поняли, о чем идет разговор. Яс, естественно, спросит. Никогда, практически, когда затрагивает один type и переходит на второй, если в одном type вы крутитесь, то спросит, а что еще, добавляете адисон, тут же могут спросить про адисон, ну и так далее. Значит, естественно, после того, что у больного был взят кальций и гипо, потом взяли уровень парад гормона, определились по поводу полиграндулярной эндокринопатии, прошлись по поводу мадоабсорбции, стеатареи, поноса и так далее. То, что ему уже говорили, я не хочу возвращаться. Лечение. Если это гипокальциемические тетани, то внутривенно назначают и соли кальция. Какие глюканат кальция? Как правило, после выяснения подлежащего заболевания, лечит подлежащее заболевание саплементацией кальция элементарным путем, если для этого нет препятствий, то есть нет синдрома мадоабсорбции. Если нет, больной может временно получить кальций внутривенно в виде глюкана. Если же у больного отмечается почечная недостаточность, то у него лечится гипокальциемия не только саплементацией кальция, но еще и ограничением фосфора. Теперь я хочу, чтобы вы поняли одну очень важную вещь. Как должна выглядеть кровь больного с рахитом или остеомаляцией, поскольку у него нет кальция, поскольку у него нет витамина D. И всех подмывает гипокальциемия, гиперфосфатемия, высокий парад гормон, ну и дальше по тексту, что изначально является неверным. Почему? Кальций является наиболее важным в определенном плане электролитом. Самый важный электролит, как вы сами понимаете, это калий. После этого будет кальций, магний, потом натрий, фосфор, хлор и так далее. Понятно, что когда что-то не хватает, там все не жгит, как говорится. Но по важности калий на первом месте. Так вот, как только падает концентрация кальция, моментально выбрасывается парад гормон, поэтому все состояния, которые сопровождаются первичной гипокальциемией, они фактически протекают в виде вторичного гиперпаратироидизма. И закручивается тот самый механизм, схема которого я вам показал. Получается такая петрушка, что кальций вроде бы первоначально упал, и на его спасение бросились, как говорится, все силы, да? 1,25 выбрасывается парад гормон, действует туда, активизируются рецепторы в кишечнике, активизируются рецепторы в максимальном канальце, выбивается кальций из костей, усиленно работает печенка. То есть все это вместе работает. И к чему это приводит? Их задача поднять кальций. И пока в организме существует кальциевый источник в виде костей, то гипокальцемия нелеченная, она всегда будет протекать в следующих параметрах. Кальций норма или слегка снижен. Фосфор всегда снижен, потому что парад гормон леолиам не даст реабсорбироваться через проксимальный каналец. Парад гормон, естественно, всегда повышен. Алкалин фосфатаза высок. Это классическое распределение. Это кровь, я говорю. Если мы возьмем мочу, то мы, естественно, получим фосфатурию, и в моче будет мало кальция. Гиперкальция. Первую фразу надо вам знать наизусть. Самая частая причина первичной гиперкальцемии – это первичный гиперпаратироидизм. В основе лежит не что иное, как аденома парочитовидной железы, которая, естественно, начинает без конца и без края выплевывать парад гормон. В тот, в свою очередь, приводит к гиперкальцемии, гипофосфатемии. Опять-таки, происходит обычная повышенная резорция кости, в результате чего появляется слабость костей, софта с переломами, с остеопорозом и так далее. Если сама гиперкальцемия в большинстве случаев в своем она асимптоматична, то большое количество кальция, который… А парад гормон, даже при наличии высокого уровня парад гормона при аденоме, когда нету истинного контроля и истинно правильного поддержания гомеостаза, то парад гормон не в состоянии реабсорбировать весь кальций, который протекает через почку. Естественно, тот начинает убегать с мочой. Естественно, появляются нефролитиазы и, естественно, появляются камни и, как следствие, появляется кровь в моче, то есть гематуре. Поэтому эту шаршир, эту цепочку вам желательно знать. Дальше. Как только мы сказали фразу «гиперпаратирридизм», это значит, что мы сказали об аденоме парочтовидных желез. Поэтому вы автоматически вошли в диагноз и в диагностику двух менов. Я вам напоминаю их. Менадин по системе 3П, гиперпаратирридизм, панкреас. И в панкреасе у нас различного рода опухоли, там Золингер-Эллисон, глюкогономы, инсулиномы и так далее. А в гипофизе у нас китуитария аденома, чаще всего дает, которая акромегалин. Во втором мене у нас гиперпаратирридизм опять присутствует. Но уже на втором месте, потому что на первом месте медулярная карцинома, на втором месте гиперпаратирридизм, а на третьем месте фиохромоцитома. А уже во втором Б мене у нас уже гиперпаратирридизм нет. Поэтому, как только вы сказали диагноз гиперпаратирридизм первичный и заодно, вы секундально должны быть готовы к тому, что вас уведут в мены. Либо в первый мен, либо во второй. Связка ясна, правильно, Андрюш? Вторичный гиперпаратирридизм мы с вами уже обсуждали. В появлении вторичного гиперпаратирридизма, это является результатом первичной гипокальцемии. Говорили об этом 5,5 минут тому назад. Дальше. Гиперкальцемия от малигнизации, как причина. Значит, гиперкальцемия от малигнизации, она разделяется на две категории. Я у вас так подробно не спрашиваю, поэтому я вам дам в общем, в общей решиме. А иногда на письменных экзаменах, ну вот у вас редко тоже могут спросить, разделяют причины по метастатическое гиперкальцемия, лимфомы, лейкемии, норсеномиелома, и появление паранеопластического синдрома, где в основе гиперкальцемии лежит производство похожего парадгормона, который, значит, соответственно, выбивает кальций из кости, обладает такими же функциями, что и родной органический парадгормона. Поэтому, если вас спрашивают, а какие вы знаете опухоль, то вы говорите, в первую голову гематологический, и лимфома, и лейкемия, и норсеномиелома, безусловно, канцер груди, ну и так далее. Это, в принципе, достаточно. Заболевание, которое мы, вы обязаны помнить, которое идет с гиперкальцемией, это саркоидоз. Саркоидоз идет с гиперкальцемией, гиперкальцемией, поскольку клетки саркоида могут вырабатывать 1,25-дигидроксиды-3. Сейчас вы уже, рисуночек перед вашими глазами, и вы теперь понимаете, что вырабатывая это вещество, вы постоянно происходит раздражение рецепторов в дуаденуме и постоянная усиленная абсорбция кальция и фосфора. Ну и, как следствие, естественно, будет гиперкальцемия. Такие заболевания, как и туберкулез, сам туберкулез дает гиперкальцемия, ну, лимфомы мы уже с вами говорили. Теперь в отношении симптома, а, не забывать, milk-alkaly syndrome, значит, это такой очень хитрый синдром. Мы же не зря говорим, что мы рекомендуем пожилым людям пить большое количество молока, ну, насколько возможно, поскольку молочные продукты и молоко, в частности, являются самым источником кальция. И когда мы потребляем, поэтому, естественно, когда перегибают палку, то появляется так называемый milk-alkaly syndrome, молочно-щелочной синдром. И в основе него лежит именно большая повышенная концентрация уровня кальция. смерть симптоматика. Значит, симптоматику вызывают подлежащие заболевания, если их нет, то практически он будет асимптоматичный, пока не появятся камни. И поэтому не зря говорят, что большинство пациентов с легкой гиперкальцемии, они практически асимптоматичны. Обязательно помнить про нефрокальцинос и нефролитиаз. Обязательно помнить, когда вы вообще, когда... Когда вас спрашивают про кальций и калий с точки зрения обмена или заболеваний, помнят всегда, что вы должны знать наизусть, как выглядит ЭКГ при гиперкальцемии. Расширный QRS и у нас укороченный промежуток QT. Окей, при гиперкальцемии у нас был пролонг QT, а здесь у нас шот QT. Из общей симптоматии, которая может быть, кроме гиперолитиаза, нефролитиаза, это появление полиурии. Я опять вашу память отбрасываю назад в эндокринологию. Когда я вам давал полиурию и полидипсию, то я вам давал пять причин, напоминаю еще раз. Это диабетус мелитус, диабетус инсипедус центральный нефрогенный, потом там была жажда, поражение гипоталамуса, а я делал акцент, что два электролитарных нарушения гипокалемия и гиперкальцемия, потому что и то, и другое состояние снижают чувствительность рецептора в дистальном канале цепочки к антидиуртийскому гормону, и в результате у нас появляется полиурия. Поэтому гиперкальцемия, естественно, даст полиурию. Лаборатория при гиперкальцемии. Значит, ну, кальций, понятно, гиперкальцемия. Уровень, если причиной является не первичный гиперпаратироидизм, а кальций, предположим, появляется как результат метастатических опухолей, и в результате кость сама выбивает кальций, понятно, что уровень паратгормона будет низкий, и если разговор ведется о первичном гиперпарат, понятно, что он будет высокий. Уровень фосфора, естественно, будет низкий. Но вопрос, как лечится гиперкальцемия? Ответ. Обычно гиперкальцемия лечится, получает жидкости, но 9% натрий хлор в случае, если они в самостоятельном состоянии, обеспечит себе нормальный водный баланс. И этим больным помнят, что им категорически запрещены тиозиды, запрещены тиозиды, потому что я уже один раз объяснил, что тиозиды подприводят гиперкальцемии. Если есть необходимость использовать мочегонные препараты, используется фусид, используется калийсберегающий, потому что они способствуют потере кальция, то есть не приводит к гипокальцемии. А тиозиды категорически запрещены для гиперкальцемических пациентов. В случаях, если гиперкальцемия настолько серьезная, что ее невозможно снять ничем, и она начинает давать симптоматику, в этом случае используются стероиды. В этом случае используются стероиды. Можете просто записать себе еще, что кальцитанин, который вырабатывается щитовидной железой, ее С-клетками, безусловно, тоже является препаратом выбора в случае, когда нет других возможностей ничем лечить. И если установлен диагноз и установлено место расположения этой аденомы в парочередной железе, то больным производят поселементарную хирургию и удаляют. Теперь в отношении натрия. Окей. Гипонатремия, гипернатремия и, соответственно, калий. Говорим сейчас о гипонатремии, о причинах гипонатремии. Я называю причину и объясняю механизм. Значит, буквально два слова во всем мире и американская литература пишет об этом и говорит, что несмотря на то, что так говорить нельзя, но мы все придерживаемся этого правила и, значит, там легче определять электролитарные нарушения. О чем ведется разговор? О том, что слово гипонатремия, поскольку натрий является самым крупномасштабным количеством отношений к электролитам экстрацеллюлярной жидкости, то гипонатремию можно ставить знак правительства с гипоосмолярностью, а гипернатремия ставится с гиперосмолярностью. Значит, просто вот такая фраза, чтобы у вас одна была. Причины гипонатремии. Состояние, когда натрий убегает и с ним вместе убегает вода, потому что есть различать три варианта гипонатремии. Потеря натрия с потерей воды, потеря натрия в избытке воды. Первое – это пролонгированная диуретическая терапия. Я не думаю, что нужно пояснять, все понятно. Потери через ЖКТ, рвота, диарея, назогастральные трубки, которые ставятся. Это уж понятно. Когда нету нормального замещения натрия и воды в результате тяжелых заболеваний, когда идет обильное потоотделение, когда идет массивное кровотечение, когда идет перемещение жидкости в третье пространство при конженстве, при достоинстве личной недостаточности, при нефротипическом синдроме. Дальше. Почечная недостаточность, когда отмечается потеря, поскольку и канальцы летят, но мы еще не дошли до этого, канальцы летят, нету реабсорбции натрия, соответственно, уходит жидкость. И дефицит адреналов, то есть болезнь Адисона мы с вами рассматривали. Отсутствие альдостерона и последствия потери натрия. Теперь состояние тогда, когда количество воды остается и даже более оно превышает норму, а натрия убегает. Когда это может быть? Значит, опять-таки, это предразличные стадии почечной недостаточности. Это может быть опять при циррозе, при нефротическом синдроме, когда она захлёстывается большое количество жидкости, а потом она вместе с натрием начинает прибегать третье пространство. Это синдром неадекватной выработки антидиотического гормона, когда большое количество жидкости, нету гипервалемии, есть эувалемия, но на этом фоне натрий растворяется. Повторяться не буду, у вас это записано. Это основные позиции. Что вас чаще всего спрашивают? Значит, если попадается вопрос гипонатремия, окей, значит, как правило, либо это синдром неадекватной выработки антидиотического гормона, ну и вы, соответственно, даете, показываете, что вы это знаете. Либо это менингит, либо это бульмонарное поражение опухоль, либо даже банальная пневмония. Окей. Три классических заболевания в виде цирроза, застойность и недостаточность, и нефротический синдром с появлением третьего пространства обязательно тоже нужно знать. Все остальное, но это уже по сколько память в состоянии вашей будет информацию удержаться. Значит, это гипонатремия. Как лечится гипонатремия? Значит, гипонатремия, вообще определение гипонатремии, но натрий в норме 135-145. Поэтому, естественно, снижение меньше 135 уже определяется как гипонатремия. Значит, легкая гипонатремия, она идет от 125 до 135, при этом она не требует специфического восполнения, она не требует дачи каких-то препаратов. От 20 до 25 может появиться небольшое легкое головокружение, может появиться рвота, может появиться подташневание. И меньше 20-120 начинается эта же тяжелая гипонатремия, она уже дает неврологические проявления в виде ступор, комы и так далее. Если есть необходимость лечить гипонатремию от синдрома неадекватной выработки антилюстического гормона, я еще раз очень-очень хочу вам напомнить, что единственное лечение – это ограничение жидкости. Теперь гипонатремия. Причины гипонатремии. Первое – это недостаточная дача воды. Как правило, это бывает у лиц пожилого возраста, находящиеся в домах престарелых. Они неадекватно оценивают свой жидкостный баланс, и в результате этого они впадают в состояние дара вплоть до комы, спутное сознание комы. И естественно церебровоскулярные поражения, которые идут с поражением не только чувства жажды, но еще могут идти с поражением актоглотания. Если вы помните, когда мы делали с вами гастроэнтерологию, то у нас была такая тема, которая называлась дисфагия. И одна из причин дисфагии – неврологические с бульбарными поражениями. Невозможность принимать в первую голову жидкость. Еще это прекрасно-глядный пример. Дальше. Избыточная потеря воды. Они подразделяются на неренальные потери воды и ренальные. Если это неренальные, то сюда входит и температура, и обильное потоотделение, и ожоги, водная диарея. То есть все, что угодно, через что угодно, кроме чем через почку. При почечной потере воды – это диабетус инсипидус, естественно, как центральный, так как профаген. Это перелом основания черепа. Это, может быть, энцефалит и бенингит. Существует еще такое понятие, как осматический диурез, который мы с вами тоже рассматриваем. В пенологии классический пример – это диабетус мелит. Что первое, что второго типа, когда осмолярность плазмы очень высока, и хочешь, не хочешь, чтобы уравновесить осмолярность между сосудом эпителем и пространством, уринарным пространством, то, что называем капсулы Боуна-Шумлянского, начинает выделять дополнительно воду, чтобы каким-то образом избавиться от этой сумасшедшей глюктурии, и больной истощается жидкость. Ну, естественно, натрий остается в этой ситуации. Не при всех. В аспекте диабетического кетоацидоза натрий тоже теряется. Но если продолжится потеря жидкости, она продолжается более актуально, более быстро и остро, то в этой ситуации будут элементы гипернатриемии за счет избыточной потери жидкости. Клиника гипернатриемии, литаргия, возбуждение, гиперрефлексия, спастика. Естественно, лечится только подлежащее заболевание в этой ситуации. Значит, на вопрос, а как мы лечим гипернатриемию, значит, мы отвечаем, если у больного гипернатриемия с одновременной потерей давления, падение, то внутривенно больной может вначале получить изотонический раствор, чтобы это давление поддержать. И вначале можно даже назначать 0,45% раствор. Скорость, максимальная скорость снижения концентрации натрия это 2 мили эквивалент в час. Это могу спросить. 2 мили эквивалент в час. На вопрос, а можно ли быстро корректировать гипернатриемию, ответ однозначный – нет. Потому что если у вас гипернатриемия, при которой, хочешь или не хочешь, клетки мозга и ткани отдают жидкость, чтобы хоть каким-то образом убрать эту сумасшедшую повышенную смолярность в кровеносном русле, то как только вы дадите большое количество жидкости для того, чтобы уменьшить осмолярность плазмы, в этот момент, на какой-то момент осмолярность клеток головного мозга становится выше осмолярности клеток плазмы, и в результате их жизнь устремится из кровеносного русла в клетке головного мозга, и это будет наиболее тяжелое осложнение. Это то, что мы называем брейн-эдемо, и с достаточно тяжелыми последствиями. Кома может быть только смерть. Теперь калий. Каковы есть причины гипокалимии? Первое – это снижение диетарного калия в элементарном диете. Люди кушают меньше веществ, содержащих калий. Алкоголик и голод. Следующая причина потери калия – это потери через ЖКТ. Рвота и назогастральные трубки. Естественно, диарея, использование хронических препаратов, усиливающих перистальтику, вызывающих панус, усиливающих перистальтику кишечника. Матилиты. Это то, что надо запомнить. Дальше. Почные потери. Безусловно, это диуретики. И фусиды, и тиозиды вызывают, за исключением кариесбелегающих. Все остальные диуретики, они вызывают кипокалимию. Рейнально-тубулярный ацидоз. Пока воспринимаете от меня исключительно на слух. Итак, пока вы принимаете просто наверх. Рейнально-тубулярный ацидоз. Значит, дальше. Избыточное количество минералокортикоидов. То есть, это может быть либо первичный гиперальдостеронизм, да, который мы с вами говорили, синдром Кона. Окей. Либо любой опухолевый процесс, который сопровождают либо тот самый кушинг, который владает повышенным альдостероновым эффектом. И, естественно, истощение магния, гипомагноземия. Я вначале вам говорил о том, что без магния ни гипокалимия, ни гипокальцемию корректировать невозможно. И обязательно, значит, когда мы говорим про гипокалимию или гипо, или гипер, мы говорим о кислотно-щелочных нарушениях. Почему? Потому что ацидоз ведет смещение калия из клетки в экстрацеллюлярное пространство. А алкалоз, наоборот, загоняет калий в клетку. Поэтому, когда у нас есть алкалоз, у нас есть гипокалимия и наоборот. Есть еще одно состояние, оно очень специфическое. Это лечение, стадия лечения диабетического кетоацидоза. Если вы помните, мы говорили с вами, я вам делал акцент на концентрации калия и говорил о том, что назначение инсулина, оно всегда сопровождается загонением калия в клетку. Клинические находки гипокалимии, значит, как таковых практически нету. Нет, это обычно небольшая слабость, такая генерализованная мышечная слабость. Из ЖКТ практически тоже ничего особенно не появляется. Значит, теперь нюанс, который вы в своем конспекте подчеркнете. Если я сейчас откачу назад кардиологию, то я говорил такую фразу, что у больных с дигитализной интоксикацией есть опасность, когда применяется дигитализм, если больной развивает гипокалимию. Потому что это констелляция гипокалимии и плюс гликозиды, они могут давать серьезные нарушения. Поэтому помните, если вас спрашивают у больного с сердечными заболеваниями на фоне гипокалимии, какого препарата нам надо опасаться, ответ дигитализм. Что он может нам дать в такой ассоциации? Ответ сердечный аритм. На ЭКГ, опять вернетесь в кардиологию, у нас уплощенный зубец СТ, у нас, возможно, небольшая депрессия сегмента СТ, и у нас, естественно, ярко выражающаяся волна. Безусловно, когда мы говорим про почку, мы говорим гипокалимия, это полиогия. Где-то минут 10 назад я объяснял, опять взял вам просто реаном такой про гипокалимию и гиперклицин. Что мы называем вообще, кстати, гипокалимию по определению? Нормы у нас 3,5-5,5, поэтому ни калий ниже 3,5 будет определяться как гипокалимия. В лечении сапплементация идет практически всегда перорально, ну а если все-таки есть необходимость давать инфузию, теперь гипокалимия. Значит, во-первых, начинаем с причин. Гипокалимия – это как лабораторная находка, и вы всегда должны исключить так называемую псевдогипокалимию. Откуда вообще берется это определение, почему начинаем ведется разговор. Дело в том, что когда особенно у детей, а я почти уверен, что вы из Израиля, ну слава Богу за свою практику, в России, как часто у нас попадаются тяжелые вены, которые мы мучим, мучим, мучим их и так, и так иголкой, и шприцом и вытягиваем, оттягиваем, пока наконец мы дополучаем необходимое нам количество. Как, по-твоему, Андрюш, вот подобного рода взятие крови, какие могут привести нарушениям лабораторным, которые могут привести гипокалимию? Ну, за счет распада эритроцитов. То есть гемолизм. Гемолизм. Гиперкалимия. Объекватная экскреция калия. То есть состояние, при котором калия вроде бы должен быть нормальный, не выходит. Поэтому почечная недостаточность, не имеет значения, а осталью хроническую. Это адреналовая недостаточность. Тоже понятно, да? Потому что если у нас нету альдостерона, то есть если нету экскреции калия, а мы говорили, что альдостерон предназначен для калия. Ну, болезнь Адисен или просто гипальдостеронизм. И, естественно, калийсберегающий диуретик. Калийсберегающий диуретик, альдактон, это препарат, который всегда может привести к гиперкалимию. Теперь, если я у тебя спрошу, Андрюш, скажи мне, пожалуйста, а при каких обстоятельствах у нас, ну, я даже подскажу, из области кардиологии, мы всегда добавляем, практически всегда добавляем для улучшенной выживаемости больным калийсберегающие препараты. Я вам напомню, без названия заболевания, что это заболевание лечится, и его выживаемость всегда зависит, и человечество должно быть благодарно, что открыли этот препарат. Это эйсингибиторы. Параллельно мы назначаем диуретики и бета-блокады. И было однозначно доказано, что выживаемость при этом заболевании улучшается после того, когда мы еще и добавляем калийсберегающий диуретик. Как называется это заболевание? ЗАВСТОЙНАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СМЕЩЕНИЕ КАЛИЯ ИС КЛЕТКИ В ПЛАЗМУ За счет метаболического ацидоза, а это отмечается наиболее часто при почтной достаточности. Дальше. Тканевое поражение. Краш-синдром. Да? То есть, когда идет массивный синдром с давлением, появляется арабдомиолиз, разрушаются клетки, естественно, калий, который является внутриклеточным электролитом, самым мощным, выплескивается все это наружу. Включая ожоги, естественно. А также, значит, последняя причина гиперкалимии – это избыточный прием. То есть, внутривенные инфузии с калием, которые дают, когда быстро дают пакеты с кровью, особенно если эта кровь старая, потому что если она старая, как вам понятно, должно быть, там идет и так и есть гемолиз. Никто с этим, проверить его нормально никто не будет. Проверять его никто не будет. Больном перекачивать кровь, и результат появляется такая карция. Теперь в отношении протокола лечения гиперкалимии. Ну, в клинике я еще немножечко это самое. Возможно, легкая общая слабость. Возможно, проходящие, вот такие вялые, проходящие параличи. Кардиоваскулярное состояние. Мы сказали, да, что когда мы говорим о гиперкалимии, вы обязаны помнить наизусть, у вас записано в конспекте, как изменяется ЭКГ, что появляется раньше. Что поиграть раньше всего? Высокий Т? Абсолютно верно. А после какой-то цифру появляется? По-моему, выше 6. Когда кали приближается уже к шестерке, то есть на уровне 5,8-5,9, у нас есть шанс увидеть высокий зубец Т. Теперь такие вещи, как аритмии, бродикардии, полный сердечный блок. Теперь изменения на ЭКГ, они такие достаточно серьезные. Наступают, когда кали появляется больше 6, начинается с Т, а потом от 7 до 8, потом от 8 до 9 и дальше до 11. При этом помните изменения на ЭКГ, которые могут быть, кроме высокого Т. Это удлинение ПР, это уплощение зубца П с полным его исчезновением, это расширенный зубец КЮРС. Теперь как лечат. Есть специальный протокол лечения гиперкалинии, я его давал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...